Мы понимаем, что этот рынок свернется в ближайшие 5 лет, 5-10 лет и останется на этом рынке ищетная продажа устройств и продажа от дорогих коллекционных изданий и аксессуаров, соответственно. Поэтому компания мигрирует в другие власти постепенно. А вот еще такой вопрос. Как в структуре ваших внешних продаж соотношение, скажем, PC-продуктов, традиционных для нашей публики, нашего рынка, и вот новая консольная продукция? Я думаю, только за Украину. В Украине PC-си не больше. То есть там 70-30 вот так вот. Спасибо. Так, Юля, пожалуйста. Добрый день. Я представляю компанию G5 Entertainment. Компания была основана в России много лет назад. И несколько лет назад мы сделали IPO, поэтому сейчас мы являемся публичной шведской компанией и торгуемся на бирже в Стокгольме. Мы занимаемся издательством. И вот если посмотреть на слайды Алексея, то мы играем роль издателя и дистрибутора. То есть у нас обычно мы называем себя издателями, но вот по шкале Алексея это между. Потому что у нас есть своя аудитория и трафик на App Store, то есть среди игроков на iPhone и iPad. И также мы сейчас начинаем заниматься Android. Но у нас есть лицензированные игры, которые мы на этих платформах выпускаем. Как свои собственные, так и лицензированные других разработчиков. Поэтому я сразу хочу сказать, что если у вас есть интересные проекты, которые вы хотели бы выпустить на новых платформах, то я буду очень рада от вас услышать, дать вам свои визитки. Спасибо. Добрый день. Спасибо, Алексей. Спасибо, что пришли. Меня зовут Алексей Менешиков. Я занимаюсь презентацией, которую Алексей показывал. Мы занимаемся консолями. Мы лицензированные разработчики на все консоли в данный момент, которые существуют. За исключением, которые уже не поддерживаются. И мы примерно в такой же... Находимся между издателем и дистрибьютором. Потому что мы, кроме разработки, мы еще и сами издаем свои проекты. И также издаем чужие проекты, которые нам приносят. Но сейчас мы выпустили большой проект на PS3. Сейчас еще делаем несколько на PS3. И мы единственные, наверное, в СНГ-разработчики на PSP2, которые выйдет в конце года, по слухам. Так, пожалуйста, Алексей. Мы занимаемся социальными играми. И вот, как Саша уже сказал, PC и Mac и так далее, скачиваемыми продуктами. Сейчас активно идем в социальные игры. И мультиплеерные игры. И очень интересно для нас, и как потенциальное направление, это мобильные ММО-игры. Всем большой привет. Всех очень приятно видеть. Мы надеемся, что мы вам расскажем чего-то интересного. Мы надеемся, что те, кто интересуется играми, вдохновятся нашими рассказами красивыми. Мы надеемся, что вам будет более-менее что-то понятно в этой отрасли, в этом бизнесе. Постараемся рассказать вам о подводных камнях и о граблях, на которые не надо наступать. И от чего зависит успех этого бизнеса. Мы представляем с Виктором компанию ArtFark. Больше являемся продюсерским центром. А также ежедневно у нас проводится два раза в году конференция, специализированная разработчиками онлайн-игр. И на этой конференции уже каждое мероприятие присутствует инвестор, который интересуется игровыми проектами. По-сему, наша компания также является мастером между играми и инвесторами, которые инвестируют в эту отрасль. Есть несколько своих проектов, которые мы продюсируем. Ну, я бы вам немножечко еще Виктору рассказать. Спасибо. Наверное, нам, как представителям онлайн-игр повезло, потому что наша отрасль процветает и будет процветать. Отчего, здравствуй, желаю другим коллегам. Да, в общем-то все. Делаем онлайн-игры. В какую из сфер лучше всего сейчас, как говорится, согнутся? Где наиболее низкий, по-вашему, порог вхождения? Вот что бы вы посоветовали? На что обратить внимание? На чем сконцентрироваться молодому начинающему разработчику игр? Мне кажется, что молодой игр – это хорошая игра просто и все. Не зависит от порог входа. Порог входа – это фикция, это выдумка для инвесторов, на самом деле. Посмотрите на опыт с Майнкрафтом. Вход на PC рынок, мертвый, мертвый, мертвый от опиратства, да, с дорогим продуктом, с ужасной графикой. В общем, ни один инвестор, ни один консультант-стартамер, он бы сказал, не сказал, что дали в IT. И мы с этим компанией заработали по 50 миллионов евро уже, если не ошибаюсь. Вчера было как раз объявлено, что уже 2 миллиона купили, уже купленных за 14,95 евро. 19,99 евро стоит, ну, какие 40 миллионов евро. Вот компания изначально из одного человека. То есть, игра еще не вышла, то есть игра выхода в конце года только. То есть она сейчас не при Альфе, она сейчас бета уже, но… Ну, да, да, да. То есть вопрос там, куда сунуться, и заявились от того, что умеете делать и что интереснее, в первую очередь. Потому что если там считать, что я хорошо делаю, вот, Майнкрафты, ну, поскольку все говорят, Майнкрафт не делаю, делаю игры для социалок, и сунуться в социалки. В социалках тебя проводят те, кто умеет делать игры в социалках. Надо делать то, что умеешь, или то, что интересно. Ну, мне кажется, что вначале все-таки следует посмотреть, что вы хотите делать, и для какой аудитории, и понимать, для чего вы это делаете, и что. В частности, для этой цели устраиваются крэш-ап, прошу прощения, стартап-крэш-тесты, на которых мы сейчас присутствуем. Потому что все равно есть процесс запуска проекта, и не стоит изобретать колесо, все-таки следует посмотреть по этому процессу, что вы делаете, для кого вы делаете, за какие деньги вы делаете. Я вот, опять же, как и Алексей Гончаров, представляю нишу казуальных игр. То есть мы являемся, я не сказала, самым большим издателем на App Store именно казуальных игр. То есть это, как правило, небольшие, в меру сложные, но не слишком простые игры, в которых сейчас лидируют такие жанры, как hidden object, adventure, то есть я ищу, или adventure, и также time management. Мне кажется, что нужно искать, наверное, своего издателя и инвестора. Это может быть одно лицо, и с ними работать, потому что, если у вас нет никакого опыта, то вам нужно поработать с кем-то, желательно с продюсером, у которого есть опыт. И у вас есть возможность получить финансирование, потому что есть уже и в СНГ, и в западных странах достаточно компаний, которые готовы инвестировать в маленькие проекты начинающих разработчиков. И у нас есть опыт работы, очень успешный, с разработчиками, в котором один человек, и он заработал за первый год несколько сотен тысяч долларов, просто благодаря тому, что он монетизировал свою игру на нескольких платформах, и, может быть, обратился на каждой платформе к своему издателю. Если это PC, то там есть свои издатели. На новых платформах, как iPhone, iPad, Android, есть свои издатели, которых представляем мы, есть издатели в ритейле, есть издатели на каких-то еще других платформах, вот PSP и так далее. И, в принципе, я бы рекомендовала не стесняться, если у вас есть уже успешная идея, успешный IP, не стесняться монетизировать его на всех возможных платформах. Очень часто получается, что вам новые платформы, не придется осваивать самостоятельно, и вам не придется инвестировать в них деньги, если у вас успешная идея, успешный проект. Алексей? Я буду солидарен с коллегами. На самом деле, игры надо делать хорошие просто. Но если говорить технически, то консоли, порохождение в них – это самое сложное. Должны опробовать платформа держателей, в общем, очень сложно договариваться. Особенно у нас, потому что, например, Sony не присылает DevKit, которые необходимы для разработки. Сюда надо ехать забирать в Лондон, потому что там есть проблемы с таможнями, ну и так далее. Если говорить о самых низких порогах, это, наверное, социальные игры и iPhone. То есть туда легче всего зайти. Но, опять-таки, лучше, если не знаете, что делать, не есть желание, лучше обратиться к продюсерам, они расскажут, что лучше. Ну, так как мы продюсерская компания, и к нам постоянно обращаются с разных сторон, с одной стороны инвесторы, с другой стороны разработчики, то я могу сказать, что, ну, вот я в презентации, как бы, уже из существующего опыта затронул, куда стоит обращаться. Но, в общем, если так вот посмотреть на ситуацию, если разработчик там совсем неопытный, да, грубо говоря, студент, и вот ему все равно чем заниматься, то надо заниматься тем, что нравится. Я так считаю, что, в принципе, вот и большие компании, они тоже находятся все время в процессе такого происка себя. Какие-то рынки начинают расти, какие-то спадают, когда компания вынуждена перестраиваться просто потому, что рынок уходит, и нужно там перестраиваться куда-то в другое место. Они первые свои проекты на этих новых там нишах, новых платформах, новых рынках, они зачастую делают даже не в прибыли, а просто для того, чтобы вот войти туда хоть как-то. И вот студент, начинающий, разработчик, или там поработавший где-то уже, я думаю, что надо просто исходить из того, что хочется делать. Потому что если сильно хочется, то человек там эффективнее гораздо работает, разбирается, и у него есть больше перспектив. Ну, а если говорить о более опытных людях, которые уже там поработали не один год, и уже имеют реальные наработки, то надо, наверное, отталкиваться от этих наработок. То есть если, грубо говоря, там программисты, там команда собралась вокруг там программиста и специалисты там по онлайн-играм, то, наверное, надо делать все-таки не флеш, там и не на консоль. Ну, естественно, они пойдут делать онлайн-игру. Ну, и разве что это не там такой уже повеск себя, что человек бросает все и начинается другим. Ну, надо учитывать просто, во всех случаях надо учитывать объем ресурсов. То есть если, грубо говоря, человек начинает делать свой проект, ну, там стартап, да, то он должен бросить всю остальную деятельность, желательно, и посвятить себя полностью этому процессу. И если он знает, что у него там есть там финансов прожить там 6 месяцев, к примеру, то он должен планировать, что его проект должен быть закончен за 3. Потому что он сделает в 3 месяца, потом оказывается, что там надо что-то доделать, что-то переделать. И чаще всего выходит так, что приходится еще дополнительно уделять время. Потому что игровая индустрия, это индустрия в основном хитовая, то есть продаются и зарабатывают только хитовые продукты, ну, по-серьезному. А все остальные там могут просто зарабатывать, и много из них просто не зарабатывают. Поэтому игра как бы не бывает такой, что, ну, как, не знаю, там строится дом, хотя дома тоже не всегда строятся и сдаются вовремя. Что вот мы запланировали 3 месяца, и все, и 3 месяца прошло, и вот какая есть, такую выпустили. То есть нет смысла, она просто не окупится вообще. Если там, вы видите, что не получилось, то надо доделывать, надо доинвестировать, грубо говоря. Вот, поэтому желательно делать, подытожу, то, что нравится, то, что умеешь, и то, на что хватает ресурсов. Половину, ну, на 80% перебрыгнуть пропасть, это не решение проблемы. То есть нужно перебрыгнуть полностью на 100%. Соглашусь со своими коллегами. Я сейчас назову ключевые факторы, которые, я считаю, что все должны учитывать, начиная как любой бизнес, так и входя в игровой бизнес. Самое главное – это должна быть хорошая игра. Но, как вам понять, ваша игра хорошая или нет? Каждый из нас считает себя лучшим и самим умным. И если ты еще придумал игру, то, конечно же, она самая лучшая. Да, тут вообще без вопросов. Поэтому один из ключевых факторов – это ваша адекватность. Надо быть адекватными людьми. Амбиции – это хорошо, но здоровые амбиции. Совершенно верно, проектам надо гореть. Игрой надо гореть. Любым бизнесом, который вы делаете, надо гореть, потому что это будет заряжать ваш бизнес и вас. И давать вам сильно идти вперед. Это первое. Второе, скажу из нашего опыта, я бы сразу советовала, чтобы в руководящем составе либо в соучредителях у вас был технический специалист. И я грубо скажу, коммерческий человек, который сможет нормально общаться с правильной речью, привлекательной, более-менее внешностью, умением улыбаться своему собеседнику, и умением продавать проекты, рассказывать о своей компании, либо вообще где-то себя презентовать и свету открывать свою компанию. Вот я считаю, два таких вот человека должны быть обязательно в руководящем составе. Между собой всегда надо уметь договариваться. Ситуации бывают разные, и они будут всегда разные. Поэтому прежде чем заходить в реку, ставьте, посмотрите друг на друга, попробуйте почувствовать и понять, сможете вы с этим человеком идти в реку, в войну, в войну, еще куда-то. Если нет, лучше не начинать. Далее, тоже из нашего опыта я скажу, есть отрасли, есть люди, есть ключевые люди в этой отрасли, есть люди с огромным опытом в этой отрасли. И вот есть несколько таких вот людей, которые почти ходят на все специализированные мероприятия. Вот у нас там сидят четверочка, вот они точно на все ходят, ни одного не пропускают. Вот в красном костюме, в черном, с тетбуком. Ай, Саша отошла. Да, да. Сергей Санаксон, да. Вот есть люди, да, они классные. С ними надо только подружиться, они вам все расскажут. И вы уже поглотите их опыт, который они пережили. Да, и, ну, я скажу, что, мне кажется, слишком издатели не будут вам, продюсерские центры, рассказывают, что вот здесь вы неправы, вот здесь вам соленку мы подстилем, да, вот надо вот так вот делать, вот так вот, никто вас учить не будет этому. Вы сами будете набывать шишки, вы сами будете строить свой бизнес. Но вот на таких людях стоит нарабатывать опыт, учиться и просто подойти и сказать, слушай, вот подскажи, там, вот я это вижу, вот так и вот так, вот какое твое мнение. И с вами это скажи, что мне очень сильно это помогало все три года. Вот, если есть несколько ключевых людей, с которыми, ну, уже такие теплые дружеские отношения, и вот на протяжении всего времени они говорят, что эти люди между собой общаются. Кажется, кажется, все, расскажу. Таня, как раз. А, и еще, вот что касается, да, с чем проще входить, я скажу, что поднимаю вам, особенно если вы свои деньги инвестируете, да, конечно, это приложение для соцсетей, тоже соглашусь с коллегой. Вот, если вы кого-то заарканили, да, или там на вредные бюджеты, то обязательно должны быть люди с опытом, которые вам будут подсказывать, либо, опять же, продюсерские центры, либо еще кто-то, и тут уже смотреть, вот, наверное, куда вам больше нравится и в чем вы себя чувствуете сильнее. То есть, вот вы сказали о набивании шишек. Вот какие, на ваш взгляд, наиболее такие характерные... Кстати, характерная ошибка, по моему мнению, что все сразу пытаются заработать миллионы и сделать проекты миллионники. То есть, все думают, что все, вот мы сейчас будем делать игру, нас там инвестируют миллионы денег, и мы будем это все делать. Я не верю в это. Если вы начинаете это делать и пробуете себя в этом, не бойтесь, но будьте готовы к тому, что у вас будет много не получаться или получаться, но немножко в других объемах. Самое главное, сжать зубы, идти вперед, но взорвание на что. Потом вырабатывается иммунитет. Потом уже мне дальше становится меньше, уже начинает что-то получаться. Я в данном случае рекомендую не опускать руки, если у вас есть предпринимательская жилка, продолжайте ее развивать. Все-таки ищите сильных партнеров, тех, которые могут вам посоветовать, подсказать, что делать, профинансировать. И на первых порах это вам поможет набраться опыта, потому что без опыта... То есть, вы можете набивать шишки много лет сами, потом самостоятельно все сделать, но я бы не рекомендовала, рекомендую работать с кем-то. Как правило, сложно оценить, сколько займет разработка движка, разработка моделей. Сложно оценить потенциальную аудиторию, сложно оценить сборы, или их первый месяц. Я вообще считаю, что компания важна, набирать шишки самостоятельно, то есть продюсер это все хорошо, но нужно делать проект так, чтобы он мог пойти за свои, ну там любят говорить ангельские, за бабушкины деньги. Продюсер только усиливает ваш проект. Он не сделает проект за вас, то есть если он даст вам денег, это не сделает проект хорошим, это не заставит вас планировать, не заставит правильно строить прогноз. То есть, словно говоря, я был на месте начинающего разработчика, в первую очередь, это надо быть все, что я не знаю из проекта. Я не уверен, что мы можем сделать движок, давайте покупать движок, или прочитать бесплатный. Я не уверен, что мы можем сделать модели, не уверен, что мы можем сделать графику, давайте искать людей, которые мы знаем, что могут делать графику. аутсорс, пусть это будет стоить денег, там, каких-то. Я не верю, что умеем продавать, да, идем к продюсерам, пусть они продали, они умные, у них опыт есть. Вот такие вещи. Все, что я видел, там, пробуто-продуктов, проектов, и внутренних одиннадцать, и, там, внешних, с которыми приходилось общаться, все ошибки, все вот эти гигантские сроки разработки, они все связывались с тем, что, да ну, нафиг, мы сейчас с вами свой дружок сделаем. И на какой-то кем не приходит, говорит, ребята, нафиг мы там делаем, давайте сделаем, в открытой мере, это же так легко. Вот, направлено оценили, все покатилось, оно как снежный ком начинает наворачиваться, одна ошибка, за другой, и вперед, и, там, вместо двух лет проекта, семь лет убытки, и никакие продажи не кудаются. Ну, то есть, исключать максимальные риски, вот мой совет. Достаточно сложно найти хорошую игру с данным долларом, на тот же iPad, то есть, в основном, все-таки, игры строят, там, по пятерке, начиная, это раз. Два, да, я считаю, что DS вполне может умреть, в первую очередь, потому что DS и, возможно, там, PSP, в первую очередь, в том, что у них нет никакого яркого конкурентного преимущества. То есть, там, домашние консоли предлагают за 60 евро, там, 6-7 часов киношного такого экспириенса. А портативные консоли доиспор предлагают, в принципе, то же самое, что сейчас могут предлагать, то же самое, что сейчас предлагают телефоны, но только за 40-50 долларов. В условиях одинаковый экспириенс, цена в 10 раз меньше, естественно, портативные консоли умирают. Но вот, как бы, там, это хорошо, во-первых, для потребителя, для потребителя, вот, нужно думать, в первую очередь, о нем, потому что у него деньги. А, во-вторых, это хорошо для индустрии, потому что умирание консоли автоматически, и переход в телефон автоматически расширяет игры. То есть, представьте себе, Angry Birds, на DS 5 лет назад, ну, 4 года назад, да, никаких миллионов не было бы. Ее попадали бы продавать там по 50 баксов, она бы громко хлопнула, вот, и никто бы ее не купил. На iPhone, на Android она взлетела, заработала много денег, и это не мешает, в принципе, никому. Это дает деньги в индустрию, продолжает в игру, приводит новых клиентов в индустрию. Эти клиенты могут потом перейти на большие консоли, могут не перейти на большие консоли, не важно. Важно то, что они тратят деньги на игры, они на кино, например, в игровую индустрию, это хорошо. Мы монетизируем свои игры на всех платформах возможных, как я уже говорила, и фокусируемся на портативных. У нас есть игры на DSI и у нас есть игры на PSP. Minis – это тоже все казуалки. Мы рассматриваем их как дополнительный источник дохода, не основной, а дополнительный, потому что, если сравнивать продажи на iOS, например, с PSP, то это в несколько раз больше. Но, тем не менее, мы рассчитываем на то, что, например, Sony начнет все-таки реагировать на изменения на рынке, и их новая приставка PSP2 станет более успешной. То есть, может быть, возможно, еще Sony Ericsson что-то сделает со своей стороны, поэтому мы не хотим откидывать эти платформы. Мы думаем, что они как дополнительный источник дохода с вашего IP имеют место быть. Тоже скажу, что хорошие игры на iPhone и на iPad могут продаваться больше, чем за 1 доллар. Наши самые успешные продаются за 10 долларов на iPad. Поэтому есть, наверное, аудитория для трэша, как говорят коллеги, которая раздается бесплатно или продается по доллару. Но если у вас игра клевая, то за нее будут платить на любой платформе. Естественно, что на всех платформах цены в какой-то мере уменьшились, в том числе и на PC. Но, тем не менее, поскольку платформ стало больше, я считаю, что хорошую игру нужно продавать везде. Да, согласуюсь, пожалуй. Но тут делать надо одну сноску. Она должна четко соответствовать таргетингу консоли. У нас есть, мы выпустили 6 проектов, которые вышли вообще в разных жанрах. То есть кардинально разные. Один шутер, одна казуалка, тайм-менеджмент, одна скролл-шутер, олдскул, третий 3D-пазл, четвертый игра под мув. Они все разные, и те игры, которые четко позиционировались под консоль, вот именно попадают. То есть это, как правило, тинейджеры, постарше. Они продаются. Другие не продаются. Ну, то есть в разных пропорциях. То есть можно учитывать ее как дополнительный заработок на консоль, но это не всегда будет работать. То есть надо четко смотреть. По поводу истерии кэпса, по этому поводу, что 1 доллар в игре убьют рынок. Ну, в общем, в какой-то степени прав, потому что много низкоуровневых, низко качественных игр, они действительно генерят очень много шума, и из-за них нормальные игры просто не всегда видны. То есть можно не заметить хорошую игру. Это минус. Ну, в принципе, такая модель тоже имеет место быть. Люди даже на этом зарабатывают. Просто на потоке игр. Что касается аудитории, тут две недели назад, по-моему, или неделю назад вышел чарт такой, который показывал прошлогодичную разбивку по платформам. И 2009 года, и 2010. То есть EOS отхватил кусок рынка от PSPDS. Ну, это, в общем-то, вполне логично было, потому что игроки, они пришли туда. Не игроки. То есть именно casual. То есть, в принципе, приставки стали дешевые, они стали покупать. Тогда еще, когда iPhone настолько был большой, ну, рынок его. Они их купили. Понятно, что, ну, к сожалению, там, по многим причинам. Sony не выпускала хорошие игры, и там, ну, обвиняли пиратство, как обычно. В общем, аудитория посмотрела, и тут вышел iPhone, и они все туда переметнулись. То есть это такая, это казуальная аудитория, которая не играет все время. Хардкорная аудитория, и вот консольная аудитория, она никуда не делась, она по-прежнему там. Если вспомнить, когда ввалился 2008 рынок VDS, когда все издатели, которые ломанулись туда, они просто все, ну, их половины уже нет, если говорить о крупных издателей. То, в принципе, выжили все издатели, кроме, только за счет хардкорной аудитории, которая, собственно, продолжала покупать игры. А VDS, в общем, продажи очень ввали. То есть, Nintendo заработала, понятно, а вот остальные, вот если говорить, там, 505 Games, или, там, не знаю, вспомнить, чуть-чуть из мелких, ну, в общем, уже очень плохо там все. Ну, про портативные, в принципе, если сравнивать, ну, тоже, как бы, на DS или на какой-то консоли, у нас, наша компания тоже есть лицензии, там, и на Nintendo, и Microsoft, Xbox, но мы пробовали что-то поделать, ну, так неуспешно получилось, не закончили проект, потому что, в принципе, сложно там и разработка, и рынок этот такой имеет свои особенности. Я думаю, что просто за счет этих игр за один доллар, и игры на не игровой консоли, а на, как бы, обычном устройстве, которое человек использует повседневно, просто привлекается огромное количество новых людей, которые начинают, ну, меняются их жизни, они просто начинают, вместо того, что они раньше что-то делали другое, развлекаясь, они теперь начинают играть. И, в принципе, для индустрии я считаю, что это очень хорошо. Насчет, там, цены, ценовой политики, ну, да, за один доллар, как бы, легче купить что-то, чем за 40 евро или 40 долларов, но, в принципе, я думаю, что, конечно, консолям будет сложнее и сложнее дальше продавать все за 40, но просто они будут вынуждены делать что-то соответствующего value, чтобы для юзера было такое на 40 долларов. Вот, большинство из них, наверное, будут неуспешными. Ну, сейчас же инициативы есть, там, PlayStation Network и так далее, там же могут и поменьше игры состроить. Я думаю, что вот консоли сами это понимают, они уже распространяют не на носители, да, потому что распространение на носители – это ситуация какая, издателю для того, чтобы эту игру начать продавать, ему же надо, допустим, Nintendo или там у Sony купить сам носитель за 10 долларов, там, допустим, то есть из этого уже складывается сама цена для конечного потребителя, то есть уже там никак не может быть доллара. То есть просто я думаю, что консоли трансформируются постепенно и упростят весь этот процесс, он станет дешевле, ну, либо тогда они станут очень нишевой такой маленькой, ну, именно для харкорщиков. Потому что если сравнивать обычную там женщину, которая играет на своем айфоне, да, и там хардкорного геймера, то там, в принципе, абсолютно разные игры, то есть разные сеттинги там. Ну, вообще, как ты считаешь, хардкорную игру для айфона и айпада можно сделать? Хардкор? Качественную хардкорную игру. Ну, можно и нужно, наверное, делать, но просто это будет очень такая маленькая доля рынка. По сравнению с Angry Birds она продастся гораздо меньше. Тут надо просто понимать, что какая аудитория, ну, грубо говоря, если брать App Store, да, то там же продается все, что там на топ-100 в основном. И узкая нишевая игра, там, продукт, она просто туда не попадет. Потому что из всех людей, имеющих устройств... Да, на самом деле, там сейчас, вот ты только что смотрел, на айпаде в топ-5 висит финалка за 17 баксов. Это такой хардкор, по сравнению с Angry Birds, который просто мало мне покажется. Третья финалка. Ну, она же не художественная. Третья финалка геймплея. Рекомендую внимание обратить на Unity, потому что Unity, ну, это реклама, может быть. Но, тем не менее. Довольно универсальная платформа, на которой, в принципе, в будущем можно делать игры, которые... Ну, вот мы на конференции с ребятами, с коллегами пришли к тому, что у компьютера потерялась монополия на интернет, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть сейчас можно выходить в интернет с телефона, ну, с iPad, iPhone, Android и так дальше. И играть в игры можно точно так же. И в те же самые браузеры, которые делаем мы, тоже можно играть с помощью этих устройств. Нельзя, потому что делают игры на флэше, там, например, или на старом каком-то HTML. Я говорю о будущем. А будущее таково, что пользователь может играть и хочет играть везде и всегда. И мы должны ему давать эту возможность. HTML5 – прекрасный инструмент. Unity – то же самое. Будет ли какая-то еще новая механика в социальных игр, которая станет популярнее, чем ферма? Ну, если бы я знал эту механику, я бы и не сказал бы. Пока не реализовал бы. А если говорить про социальные игры вообще, то они не закончатся, просто потому что это… Ну, он никогда не закончится, как социальные сети есть. Если есть платформа, то будут для них игры. Как в ближайшие годы будут развиваться рынок социальных игр? Ну, я считаю, что этот пузырь очень скоро лопнет. Но лопнет он… Да, по-другому немножко игры будут эволюционировать в другую форму. Ну, примерно то же самое, что с казвалками произошло. Был там Матч-3, потом Хидден Обджекты, которые постепенно переходят в квесты. Там другие Хидден Обджекты. В общем, смеси жанров. В общем, то, что сейчас происходит на рынке casual. И social будет точно так же эволюционировать. Опять-таки, casual в social переходит. Я буквально вчера дискутировал, у меня друзья в Симферополе не говорят, мы теперь социальщики, делаем игру с новым уникальным геймплеем. На рынке типа кризис, одни фермы, мы сделаем крутую игру. Вот видел, типа червяки, вот мы такую же делаем. Вот. Ну, новый уникальный геймплей, да. Но я как бы возразил, почему фермы-то, потому что в них играют, собственно, и зарабатывают деньги, поэтому ничего другого нет. Вот у меня готов спорить насчет новых жанров, но не факт, что пойдет. Есть вот куча примеров, там Playdom закрывали свои проекты. Причем очень прикольно, там вот Crazy Plants, я играл, очень нравится, но не пошло и все. Ну, там, наверное, потому что про роботов и про космос, там это отдельно не продается по другим причинам, но все тем не менее. Я два года назад был случайно на конференции, называется Games Beat. Там, в общем, все топы, Долины, инвесторы, разработчики, Зинго и вот все-все-все. Это вечер бизнес, когда это было? Да, это первое. Она такая бутиковая, там человек, наверное, 500 было, и все вот топы сплошные. И были и ритейлы-представители ритейловых компаний. В общем, мы немного рассказывали. Вот уже тогда было поздно делать социальные игры, вот в каком виде они сейчас делают. То есть тут надо разделять рынки, делать на ВКонтакт Мой Мир, либо Фейсбук, и это разные, разные социалы совершенно. Ну, в принципе, да, тут есть некий процент, когда ты сделал игру с новым геймплеем, и она пошла. Но вот, то есть надо не бояться экспериментировать, наверное, если выбираете такой путь. Поэтому, если у вас есть хорошая социальная игра, приносите, мы поможем вам ее запустить на айфоне и айпаде. Это такой месседж в студию. Вот, а так, ну, нужно понимать, что социальная игра – это не игра как продукт, а игра как сервис. Поэтому, вот, как сказали, они не удастся забыть, но мы этому научились, потому что выпустив игру на App Store, вам тоже нельзя о ней забывать, потому что ее продажи уйдут тогда в ноль через какое-то время. Вот, мы, в общем, научились это делать на App Store. У нас есть возможность, как у издателя, поддерживать постоянно игру, ну, вот, с помощью апдейтов и так далее. Даже скачиваем козуалку. То же самое, только больше нужно делать с социалками. Поэтому это постоянные инвестиции. Ну, это, на самом деле, может действительно весьма и весьма долго с одной игрой приносить какие-то доходы. Но Free-to-Play все больше и больше развивается. Мне вот интересно рассказали, в Японии, знакомые компании Q Entertainment, которые сделали Luminous, у них есть своя ММО на PC и на PS3. Так вот, на PS3 они заработают больше, по причине того, что вот люди, которые купили PS3, дорогую там за 400 долларов приставку, они готовы платить, потому что у них эти деньги есть. И они там где-то платят в среднем 100 евро в месяц. То есть для Японии это вообще очень странно, то есть у них не привыкли они так вот платить по месячному. Но, в принципе, вот что-то меняется и новый рынок, в общем, создается. На самом деле, Microsoft сейчас очень активно ищет Free-to-Play игры для Xbox Live Arcade. Поэтому, то есть будет новая модель, новая платформа, в общем, развивается. А что Вы можете сказать про перспективы приложений на других платформах? Ну, к примеру, Bada, WBS, Symbian, Migo, Windows Phone. Платформы, о которых мы говорили, в частности iOS и Android, они наиболее перспективные. На них удобно и хорошо играть. И с точки зрения игровых платформ у них наибольшая перспектива. Остальные пока пытаются подтянуться. То есть, на самом деле, другие компании, производители мобильных телефонов, крупные и так далее, производители консолей, они не могут игнорировать изменения на рынке. И они пытаются подтянуться. То есть, мы намерены реагировать на изменения на рынке. И если что-то появится, то мы намерены издавать игры и там тоже. Но просто сейчас мы смотрим туда, где больше всего денег и больше всего перспектив. Туда мы инвестируем, туда мы вкладываемся. Ну, почему звучит iPhone, iPad и Android? Потому что там есть рынок, и там есть люди, которые готовы покупать. Есть механизм, собственно, покупки. Ну, на Android он похуже, но там другие бизнес-модели. Если мы будем говорить по поводу BlackBerry, ну, там другой рынок, там кто пользователь BlackBerry? Это бизнес-мены. Соответственно, ну, там пару игр может продастся, а остальные не будут. Там будут какие-то бизнес-аппликейшены продаваться. И то, там, насколько они там сделают, чтобы там можно было легко просто купить. VBS, посмотрим. Пока еще ничего такого они толком не выпустили. Bada, ну, Samsung традиционно придумал себе, для себя же. Ну, она красивая, я поигрался немного в телефон. Ну, наверное, с чем-то это надо. Ну, у них другая политика немножко у Samsung. Они это все делают. Поэтому, зачем это у них там, видимо, свои какие-то интересы. Windows Mobile, мы уже успели поспорить. Ну, да, Windows Phone, да, в смысле, который, ну, непонятно. В общем, пока еще ничего нету. Вот, когда Nokia выйдет своими уже нормальными, может быть, что-то у них получится. У них есть, в принципе, площадка Ovi, она не такая большая, но, в принципе, они уже там, есть там, у нее своя аудитория, которая готова и может платить. Ну, в конце года увидим все, как раз. Если у вас цель заработать, да, то вы должны креативно подходить к вопросу, искать, ну, то есть, какие-то на слуху, да, там, громкие имена. Но это не ваш путь, однозначно. То есть, надо искать какие-то ниши, в которых вот еще никого нету, и вы по своим возможностям реально можете, там, туда встать, допустим, и быть там лучше всех. Так что, если вы читаете аналитику, смотрите, там, вот, Бада выстрелила, и вот вы видите там перспективу, и вы почему-то уверены, а вот все остальные не замечают, вполне возможно, что крупные компании просто эту нишу не начнут разрабатывать до тех пор, пока она не вырастет до какого-то размера. Ну, вот, я по своему оплату скажу, я когда работал в инвестиционной компании, тех инвест, которые, там, в начале 2004-й год, да, мы пытались украинскую индустрию все консолидировать и, там, предложить каким-то инвесторам из Кремниевой долины. Они посмотрели, сказали, вот, посмотрите, какой там объем, скажите нам. Мы всю индустрию посчитали, они сказали, ну, неинтересно, растите пока что. То есть вся, там, индустрия целой страны, ну, и так вот, неинтересно. Это крупным, да, игрокам. А с точки зрения какой-то маленькой, допустим, студии из двух человек, вполне может быть интересно. Пока туда никто крупный не пришел, почему нет. Ну, если вы чувствуете, да, что, там, вы готовы вложиться, потратить, там, полгода жизни, там, чьи-то деньги, можно пробовать, если все готовы к этому. Нормальных инструментов сейчас практически нет, но, тем не менее, продажи все равно есть. Вы не могли бы озвучить объемы рынка, вот, в контексте ваших игр или сервисов, ну, вот, в разрезе по Украине, сколько платят вообще? Не, ну, объем игрового рынка, я могу говорить, там, про МТР, например, да, там, порядка 120 миллионов долларов сейчас. В украинском МРТРе. В год? В год, это… Из них надо понимать, что из них порядка 70 – это пиратские игры, вот. Так это не рынок, извините. Нет, это рынок, почему? Рынок – это везде есть деньги. То есть, если деньги люди платят за пиратские игры, значит, это рынок. Это незаконный рынок, это рынок. А есть белые цифры, белые цифры, вот сколько официально платят? Нет, вы не поняли, это рынок, люди платят. Я понял. Задача перевести их, покупать лицензионные, ну, это как будто наша работа, да? Я говорю немножко про другое, я говорю про ММО. Цифры по ММО я знаю по этим ММО, по которым я не имею просто права возвращать, да? А по остальным не знаю. Ну, я имею в виду, что мы как компания, вот у дистрибьютор нескольких ММО. По всем ММО я не имею права цифры говорить, к сожалению. Ну, при том, что я могу сказать, что цифры маленькие, на самом деле. Украина, украинский онлайн в сравнении с украинским ритейлом, это не смешно совершенно. И это проблема, в первую очередь, тем, что платежных систем нормальных нет. И там, ну, я не знаю вашу платежную систему. Платежная система, на мой взгляд, это платежная система, когда я себе заделываю компьютера, и я хочу заплатить за что-нибудь. От доллара до 2000 долларов, да, там, 10 тысяч долларов, например. Я нажимаю там кнопки, ввожу какой-то код, и это платеж проходит. Вот это, в моем понимании, нормальная система. То есть, либо я с телефона ввожу, либо я ввожу номер кредитной карточки, либо я через интернет-банк ввожу. Как только эта система будет у, там, 80% взрослых людей, вот тогда мы будем говорить про то, что платежная система в Украине какая-то работает. Сейчас смс-ки, единственный способ, который утреляет, там, первые правила. Да, я могу заплатить. Я не могу заплатить нормальную сумму, потому что там есть лимит. Высокие комиссии. Да, и там большая очень комиссия. То есть, большая комиссия – это, на самом деле, мелочи для фри-то-плея, потому что, ну, конечно же, воздух, на самом деле, мы продаем правильно. Проблема в том, что есть лимит. То есть, хочется зарабатывать определенную сумму, чтобы оплачивать серебра и угадать определенного пользователя, а достается только половина его суммы. И вверх, на лимит не получается поднять, потому что… В лучшем случае, половина он достает. Ну, да, да, в лучшем случае. Хорошо, понятно, спасибо большое. А можно я дополню? А, да, конечно. И стоит разделять, что украинские пользователи, которые играют вообще в украинские игры, и украинские пользователи, которые играют в игры вообще, в СНГш, например, да, объем на СНГшного рынка, там, 200 лимонов, что-то такое, а у украинских пользователей 30%, 20-30%. И считайте, 20% от всех наших генерат-кэша, они оседают не у нас в Украине, к сожалению, и даже не у вас, не у вашей компании, а там где-то других, которые… Ну, имеется в виду, что мы их не зарабатываем, зарабатывают там те, кто, может быть, в других странах оперирует. По России тоже цифры достаточно маленькие. Мы в прошлом году сдали игру, которая заняла первое место на App Store российском среди всех вообще приложений. То есть она была вообще на App Store номер один, не среди игр, а среди всех приложений. Вот тогда она зарабатывала тысячу долларов в день. Но это как бы ни о чем для нового.